Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Главу государства из школы, которая носит имя выпускника, героя Советского Союза Халмурзы Кумукова, повторившего подвиг Александра Матросова. Обновленная школа с новыми классами, оборудованием, школьной столовой – это настоящий подарок для жителей аула. Форма и содержание учебного процесса теперь соответствуют требованиям современного образовательного стандарта. Фатима Унаджева рассказала президенту о том, что в процессе модернизации школы, а также в ежедневной жизни активно участвуют не только дети и педагогический коллектив, но и родители и от насельчане. Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович. Вас приветствует многонациональная гостеприимная республика Карачаева, Черкесия. Мы получили комфортную современную школу благодаря вашей инициативе. Большое спасибо за нашу комфортную современную школу и за равные возможности. Рашид Борисович, какие планы у вас по дальнейшему обновлению школ и строительству? Владимир Владимирович, 48 школ мы отремонтировали за двухлетнюю программу. Только в этом году, в 2024-м, мы отремонтируем, капитально построим 18 школ. Я, в первую очередь, хочу поблагодарить вас за программу по капитальному ремонту школ. Для нашей республики это очень важный социальный эффект, так как основная часть школ, которую мы капитально ремонтируем совместно с Министерством просвещения, это находится в сельской местности. И, Владимир Владимирович, я искренне хочу вас поблагодарить за вашу поддержку всем тем программам, которые сегодня, государственным программам, которые реализуются на территории нашей республики. Хорошо, спасибо. Да будет музыка! Сегодня в ауле Псыша Базинского района состоялось радостное и долгожданное событие. После капитального ремонта открылась детская школа искусств. На праздничном концерте поздравили педагогов, родителей и ребят. Альбина Ламкова с торжественного мероприятия. Так и хочется сказать, обязательно и без сомнения. Уже позади кропотливая и непростая работа по преображению здания. И в новых классах вновь зазвучала музыка. Произвели перепланировку. Коридоры учебные классы радуют глаз искусной отделкой, чистотой и уютом. В процессе реконструкции было вложено много труда. Но благодаря совместным усилиям и, прежде всего, руководства школы, внимательное отношение к работе подрядчиков дало такие прекрасные результаты, было отмечено на торжестве. Отличившимся педагогам вручили грамоты. Масштабная программа по развитию культуры и искусства в России начала действовать с начала 2019 года. Реализует ее партия «Единая Россия» по национальному проекту «Культура». Мы рады, что плоды его не видны людям. Они видны, прежде всего, детям, для которых это все делается. Особенно любим. Но в следующем году мы начнем забирать себе и остальные школы в республике. И хочу сказать, что такая работа ведется в республике везде, во всех районах. Я хочу поздравить вас всех, поздравить в целом нашу республику, что у нас еще очередной шаг в развитии культуры. Конечно же, открытие преображенной школы искусств – радостное и долгожданное событие для воспитанников, родителей и всего педагогического коллектива. Новое здание – это большой шаг вперед. Он даст возможность детям обучаться совсем в других условиях. Многие годы мы ютились в маленьких, нескольких кабинетах. У нас не было своего концертного зала, о котором мы так долго мечтали. Хореографического класса, художественного класса, там, где занимаются дети художественного отделения. Теперь это у нас есть, благодаря нацпроекту «Культура». В целом выполнена огромная работа по реконструкции. А уже сегодня в новом концертном зале дети под руководством педагогов подготовили для гостей яркие музыкальные номера. За годы обучения выросло не одно поколение юных дарований. Многие продолжили дело своих наставников. На данный момент в учреждении занимаются 340 человек. Они изучают различные аспекты музыки, включая ее теорию, технику, игры на инструменте, ритм, гармонию, мелодию. И многое другое. Дети из города приезжают. Много деток у нас из города. И даже из далеких аулов привозят детей именно к нам, чтобы они занимались музыкой. Многие выпускники вернулись к нам в школу и работают здесь. Все убеждены, что после таких грандиозных перемен в школе искусств учебный и творческий процесс выйдет на новый уровень. А у учащихся и педагогов откроется второе дыхание для новых побед и свершений. Теперь они точно знают. Мечтам свойственно сбываться. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Абадинский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры делал DimaTorzok Восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 1, минус 3, днем 6-8 градусов выше нуля. Будущие стражи правопорядка Карачаева-Черкесии. Под таким названием в Черкесске прошли соревнования среди учащихся полицейских классов республики. В мероприятии приняли участие 4 команды полицейских классов из Карачаевска, Терезе, Узжигуты и Черкеска. Открыл мероприятие заместитель министра внутренних дел республики Михаил Гневалов. Пожелав всем удачи в нелегкой игре. В первом туре ребята представили домашнее задание – музыкальную визитную карточку. Творческая часть сменилась спортивной эстафетой. Завершающим этапом мероприятия стал конкурс болельщиков. В нем соревновались ученицы полицейских классов, которые подготовили музыкальные номера поздравления своей команды с Днем Защитника Отечества. По итогам определились команда победителей и призеров. Первое место завоевала команда школы аула Терезе Малокарачаевского района. Второе место у команды из Узжигуты. На третьем – Карачаевск. И в четверке призеров – город Черкесск. Победителям вручили кубки, медали, грамоты, а также сладкие подарки – торты. Организаторам соревнований «Высоко» отметили работу педагогов-воспитателей, которым также вручили благодарственные письма от руководства МВД по КЧР. Лучшие деликатесы Камчатки приехали в Черкеск. В Центр развития предпринимательства на Горького, 8, сегодня открылась рыбная лавка. Чем на этот раз порадует гурманов, узнавала Светлана Шаганова. Мимо рыбной лавки невозможно пройти аромат на всю округу. Семейная пара сегодня специально приехала из Карачаевска, чтобы купить самую вкусную рыбу к праздничному столу. Мы второй год сюда уже приезжаем, покупаем рыбу. Она бесподобная, свежая, вкусная. Так что всем рекомендуем. Рыба на самом деле классная. Свежая нам сейчас дали попробовать. И чавыча, и холодного копчения, и слабосоленая. Мы всегда здесь затариваемся, потому что я и сам сахалинец. И вырос там, и родился там. И все, что на Охотском море, от Камчатки до Амурского края, до Хабаровского края, все вот так. Но сегодня вы приехали откуда? Сегодня мы приехали из Карачаевска. Мы там живем специально. Вчера мы увидели эту рекламу на телеканале «Россия», КЧР, и приехали специально за рыбой. А рыбы здесь очень много. Ассортимент разнообразный. Вот такая, можно сказать, очаровательная рыбка украсит праздничный стол. Да и к пиву есть что выбрать. Самая лучшая селедочка из кумбрии, к вареной картошечке. Можно выбрать из семейства лососевых. Наша любимая лососевая рыба – это чавыча. Самая жирная, самая вкусная, многокалорийная, омега-6, аминокислоты. Это все в этой рыбке есть. И не только в этой чавыче, и в белорыбеце. Наисвежайшая чавыча, семга, кижуч, кита, белорыбеца, омуль, корюшка – выбор огромный. В этой рыбе содержатся уникальные жиры, которые способствуют похудению, снижают уровень холестерина, делают сосуды более эластичными и крепкими. В преддверии 23 февраля женщины рекомендую. Будет очень приятно, думаю, вашим мужчинам полакомиться этим. Да, спасибо, дорогая. Рыбаки Камчатки привезли и консерву, самую настоящую. Ну а красная икра просто пальчики оближешь. Она предотвращает развитие атеросклероза и поддерживает иммунитет. Кальций укрепляет кости, волосы и ногти. Продукт благотворно влияет на кровообращение, снижает артериальное давление и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также икра повышает гемоглобин. Приходите в нашу рыбную лавку, все лучшее для вас. Здесь все к праздничному столу 23 февраля и 8 марта. Праздники уже на носу и аромат прекрасной рыбки так и манит посетить рыбную лавку, которая будет работать до конца недели в Центре развития предпринимательства на улице Горького, 8. Светлана Шаганова, Олег Молхожев, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Анна Медиум». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова